Привет! Как дела? Сегодня рассказ о таком английском национальном танце, как Morris Dance. Впервые я увидела такой танец, когда мы с моей подругой Настей и её мужем поехали посмотреть город Рочестер. Это было в начале мая 2012 года, и мы попали на главную городскую улицу, где всё было увешано флажками и проходили какие-то мероприятия. Мы подошли поближе и увидели, что там принимают участие какие-то танцевальные коллективы и танцуют какие-то интересные танцы. Итак, что же такое Morris Dance? Morris – это традиционный английский танец, который исполняется под живую музыку. В основном это аккордеон или гармонь. В основе танца лежат различные ритмичные движения и набор фигур, которые танцоры, чаще всего мужчины, исполняют с использованием различного инвентаря. Это палки, жезлы, мечи, платки, гирлянды и другие предметы используются в этом танце. Также на ноги прикрепляются бубенчики, bell pads называется, которые дополняют колоритность к музыкальному произведению. В качестве музыкального сопровождения используются популярные народные английские мелодии, которые производятся различными музыкальными инструментами, такие как флейта, скрипка, аккордеон, баян и другие музыкальные инструменты. Существует несколько гипотез происхождения этого танца. Согласно первой из них, танец происходит от средневекового итальянского танца под названием морецкий, то есть танец мавров. Танец изображал битву мавров-сарацин и рыцарей-христиан, поэтому участники всегда чернили лица, привязывали к ногам колокольчики и бились на фальшивых мечах. Этот танец был непременным атрибутом балов и карнавалов, а также входил в репертуар комедии Дель Арте. Сегодня морецка в аутентичном виде сохранилась в Хорватии на острове Корчула. По другой версии, танец имеет языческие корни и возник на основе древних, возможно, еще проиндоевропейских ритуалов. Об этом говорит схожесть Мориса с румынским народным танцем калушу, где участники также украшают себя ленточками и колокольчиками и размахивают палками, как мечами. Также в нем есть тесная связь со старинными сельскохозяйственными традициями обрядового режения. В танцах часто присутствуют ряженые, мужчины часто одеваются в каких-то зверей, женщин и другие фольклорные персонажи. Многие англичане до сих пор верят, что танец Морис приносит удачу как зрителям, так и исполнителям. Существует несколько разновидностей танца Морис и зависит это от района Англии. Например, Коцул Морис содержит в своем танце 6-8 исполнителей, которые одеты в пелы и их главным атрибутом являются платки и палки. Также они носят разноцветные перевязки и украшают свои шляпы перьями и цветами. Основным персонажем в танце Морис «Графство Коцул» является шут. Он одевается в яркую одежду и, как правило, является лидером всех танцоров. Также в этом танце может присутствовать ряженый зверь, будь то лошадь, коза, баран или даже дракон. Северо-западный Морис является более медленным и даже процессионным танцем, так как это основная часть обряда камышовых повозок, на которых в церкви доставляли камыш для устилания пола местных церковных праздников. Он исполняется как мужчинами, так и женщинами. Шляпы украшаются букетами цветов, а на ногах они носят деревянные или кожаные башмаки. Фигурно они представляют из себя две колонны из четырех человеков. Каждый есть лидер, который возглавляет команды и оглашает следующую фигуру танцем. Такой танец распространен в местностях Ланкашир и Чешир. Приграничные Морис, как следует из названия, находятся на границе между Англией и Уэльсом. Этот танец отличается эмоциональностью, экспрессивностью, простотой фигур и танцевальных движений. Число исполнительных составляет от 4 до 14 человек. Танцоры красят свои лица сажей или черной краской и наряжаются в одежды, состоящие из лохмотьев. Чаще это костюмы, сделанные из длинных разноцветных или черных лент. Танец с мечами в Йоркшире или на юге Дарамо, где используются длинные мечи, а в остальной части Дарамо используются короткие в виде рапир кинжалы, традиционно имеет два дополнительных персонажа. Это Томми, мужчина, который рассказывает предысторию танца или рассказывает построение танца. А также девушка Бетти, чаще переодетый в девушку, мужчина с воротой, который иногда присоединяется к танцу, а также взаимодействует с Томми. Чаще всего в конце танца исполнители воспроизводят фигуру в виде пятиконечной звезды, но если Томми и Бетти присоединяются к танцу, то в конце зрители могут увидеть семиконечную звезду. Танцы Молли распространены по всей Средней Англии, но чаще всего встречаются в Кембриджире. В XIX веке исполнялся крестьянами во время так называемого пахотного понедельника, первого дня после крещения или двенадцатого последнего дня рождественского поста. Символически он отмечал начало землетельческих работ и сопровождался танцами и шумными песнопениями. Этот танец характерен отсутствием инвентаря в виде палок и платков, громкими притопываниями и прыжками. Как и в приграничном Моррисе, танцоры Молли чернят свои лица сажей. Так как меня заинтересовал этот фестиваль в 2012 году, мы буквально несколько минут провели на этом празднике и пошли гулять по городу, после чего сели в машину и уехали обратно в Лондон. Я решила съездить туда в 2014 году, конкретно на сам фестиваль, потому что туда съезжаются абсолютно все исполнители Морриса со всех уголков Англии. И там вот как раз в 2014 году я увидела абсолютно все разновидности этого танца из разных графств и местечек Англии. Там я провела целый день и была рада приобщиться к таким традициям и культуре английского народа. Очень интересные были фигуры, постановки танца, инвентарии, костюмы. Несмотря на то, что я не очень люблю фольклор и всякие фольклорные танцы и песни, вот этот праздник мне почему-то запомнился, понравился и какое-то ощущение счастья было у меня. Ну, естественно, я снимала это все для репортажей, сделала много фотографий, а также поснимала видео, которое я вам сейчас и показываю. И в следующем году, в 2015, я отправила 10 фотографий с этого фестиваля в Рочестре на конкурс в Китай. Это был фотоконкурс Humanity Photo Award. И там я заняла какое-то место, то есть попала в шотлист, наверное, в список претендентов, номинантов на призовое место. Призовое место не заняла, но меня приглашали в Китай приехать за свой счет. И мне там обещали оплатить отель и все мероприятия. Но на тот момент я училась в университете, не могла выехать в Китай. И тем более это очень было затратно для меня. Мне надо было продлевать мою визу, мой курс. В общем, в Китай я не поехала, хотя было бы очень интересно побывать там. Ну, а также в тот день я походила по городу, поснимала Рочестр. И о нем я расскажу вам в ближайшее время. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok